ой 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 как страшно стандартный вполне может заехать и вот познакомлю вас с этим автомобилем интересным смысл человек подготовил ее лифт сделал колеса большие так задний мост то есть редуктор у него стопроцентная блокировка впереди у него самоблок коробка занижена раздатка занижена едем с вами на песчаный карьер смысл видео в чем для тех кто хочет установить например стопроцентную блокировку да занизить там разноточную коробку там не знаю то есть посмотреть как работает стопроцентная блокировка просто интересно у меня тоже есть вариант я хочу перейти на стопроцентную заднюю блокировку поэтому человеку попросил прокатнуться именно вот на этом автомобиле посмотреть как он на поворотах хозяина зовут автомобиля антон ручок как он сам только месяц как катается на этом автомобиле хотя к честно сказать сам не понял вроде как когда резко разворачиваешься вроде как и там разблокируется но мы хотим попробовать но и смысл того что помните видео когда то этого видео было в песчаном карьере когда я на своем автомобиле на ниве заехал на подъем песчаный подъем на второе понижено там вообще не едет только первое понижено и в отсечку первое понижено газпол в отсечку я кое-как кое-как с трудом заехал посмотреть если автомобиль заниженный как он заедет на эту горку и вообще он сможет заехать на эту горку или нет сначала на на катинах потом стараемся но с такими баллонами я думаю он заедет и второй автомобилю на шевик сейчас я вам тоже про него расскажу про шевик топ она шевик 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 да сразу посадка намного интереснее посадка намного все равно шевики отличаются от 21 31 21 коротких них вот сел сразу комфортно кондиционер работает все отлично обзор хороший автомобиль чуть подлиннее короткой нивы то есть заднем ряду здесь уже можно сидеть конечно короче чем 31 но очень комфортно тоже на этом автомобиле ездить вот в этом автомобиле совершенно стоковая резина летняя стоит то есть вообще никаких проблем человек катается и пробег 73 тысячи пробега здесь уже для меня более удобно но то есть передачи такие же как и на моей стоят никаких никакого понижения здесь абсолютно ребята нету шевик я как-то тестировал мне автосалон там один предоставлял мне очень понравился автомобиль здесь меньше стоков меньше гремит что 31 что короткая него даже взять но в новый автомобиль шевики насчет этого отличаются намного отличаются или руль что все что у меня колесо буксует все походу на гарантии все обалдеть так давайте до 1 а попробуй толкнуть антон вообще автомобиль не едет тронулся 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 хе-хе-хе-хе вот так вот надо самоблок дать не был бал балаб механика я бы поставил самоблок но нет смотри вообще не едет нет правое колесо бесполезно да все все на да все на да вот это капа да нет я смотрю он подсел нормально так как раз вот это а а вот это капа Даже не знаю, крюки тут надо или что они тут, знаешь? Нет, здесь защёлки там. О, здесь крюк есть, повезло. Покажу вам. Всё. Да, Андрюх, проверено? Да. Сколько проверено? И вот динамочка. Сейчас вот у меня дёрен, посмотрите, как она будет отрабатывать. Сейчас на крюк ему оденем. То есть всю сложность-то, в принципе, вы поняли, да? Всю сложность, что на легковом автомобиле песок заехал, а всё, бесполезно. А нам надо туда. Поэтому, чтобы туда не стащили. Ага. Пойдём. Стой! Стой! Как ты поедешь? Просто пониженный. Не блокированный. Первое? Нет, он... Тогда можно заблокировать. Ты попробуй так сначала. Ну, попробуй. Смотри. А я ездил здесь. Первое пониженное в отсечку 7000 оборотов у меня было. Давай, пробуй. Сейчас раз и заедет. Да, Анто? Всё. Всё. Сейчас я должен повыше заехать. Ну, нет, тоже. Давай, понятно, заблокируем. Так, заряд выключается? Да-да, выключ. За своей машиной ещё страшнее смотреть. Когда ты не в ней. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты знаешь, мне кажется, у меня лучше крутит автомобиль. Не, ну блокировочный или по оборотам, в смысле. Сам движок, интереснее. А прошивка Евро-2? Нет, ну да, как-то. Ну давай, Джордж. А ты в каком бейзере катаешься? 92-й, Газпром. Ну, теперь посмотрим. Подготовлен автомобиль. Задняя стопроцентная. Сама блок. Понижай. Итак, Антоха, давай, как поедем? Ну, сейчас попробуем чисто пониженную, без блокировки. То есть дифференциал не блокируешь, да? Да, попробуем. А первый пониженный, наверное, попробуем. Расскажи про стопроцентную блокировку, чья у тебя стоит. Стопроцентная блокировка в заднем мосту, лишь техно, блока. Ага. То бишь, она постоянно в зацепе, при поворотах резких она разблокируется. Она разблокировка, получается, называется. Спереди VAL Racing 70% самоблок. Все, коробка занижена, раздатка занижена. Понятненько, понятненько. Ну, про стопроцентную попозже поговорим. Какие впечатления. Все, давай, пробуй. Плюсов пока не вижу. Согласны? Первый пониженный, я смотрю, вообще не едет у тебя. Вообще не едет. 6 тысяч сейчас было. Пределы, все, максимальная скорость. Ясно. Сейчас попробуем. Пониженный, включай. Первая повышенная. Первая повышенная, да? Давай, пробуй. Ну, здесь первая пониженная, как трактор. Вот, смотрите, первая повышенная. Едет, как я, на первой пониженной. Ну, интересно, будет крутить, не будет? Вверху. Не хватает. Не хватает. Просто у меня есть мысль тоже занизить. Но для того, чтобы занизить, вот, реально посмотрите. Вот оно, фактически есть. Ну, сейчас давайте пускай, может, вторая пониженная. Сейчас попросмотрим. Итак, у нас что получилось? Первая пониженная. Оборотов до хрена. Ну, не едет. Да. В отсечку, да, почти? В отсечку. Ну, 6 тысяч. Да, и не едет. Первая повышенная. Не хватает ей мощности двигателя. Не хватает мощности двигателя. То есть сейчас вариант, вторая пониженная. Да, пониженная попробуем. Ну, скорее всего, тоже не хватит. Ну, ты прям, надо топтать. Ну, топки. Давай, пробы, пробы. Интересно, да? Я почему-то думал, что... Выбило или что? Я почему-то думал, что с занижением что-то будет поинтереснее. Мне предложили производители, говорит, давайте, говорит, вам занижение сделаем, чтобы у вас не было высоких оборотов, понимаете? Давай, давай, топчи, топчи, топчи. Все, закопался. Вот, смотрите. В принципе, сейчас мощи хватило, колеса крутило, но нет. Сейчас будем травиться. Как я понял про занижение, ребята. Если кататься вот так, занижение вам не нужно. Занижение. Это если у вас стоят здоровые колеса, где-то в грязи, вам нужно, чтобы их прокрутило. Вот это для этого занижения нужно, чтобы колеса хоть как-то крутились большие. Вот такие дела. Вторая палитра, труба. Не получилось. Ой-ой-ой-ой, как страшно. Примерно 0,5. И не видно, да? Смотри, в принципе, это не видно. А, ну так-то на ногу чувствуется, что что-то там есть. Ну, может 0,6 он прибирает. Ну, я понял. Потому что по нему 0,4 травил, потом на шинку заехали, он 0,6 показывал. 0,5, стравились. Вторая пониженная. Непонятно. Резина. Стравленная, хорошая, широкая. И нифига. Вот здесь почему-то, вот, смотри, опять ее начинают... Не едет автомобиль, не едет. Поэтому занижение пока я делать не буду. Вот что ему мешает ехать? Как раз, наверное, на занижение момента колеса. Ну, он даже должен был на первой пониженной хотя бы просто маслать. Закапываться, но крутить. Вот, как сейчас, смотри. Вот движка хватает. То есть сейчас вот занижение работает. Все, вот идет, идет и начинает прыгать. Как только заезжает на жесткий песок, начинает прыгать. Просто сзади стопроцентная блокировка отрабатывает. Да, видно. Профиль у него высокий, да? Диски на 15. Ширина резины, что-то не посмотрел. Это как амортизатор, она начинает прыгать просто-напросто. Вот, смотрите. Пом-пам-пам. Все понятно? Все понятно. Ладно, сейчас посмотрим шериф. Вторая пониженная травленной единица. Вот. Вот, все, он уже тронется. Вот, смотрите. Стандартный шевик. Без занижения, без блокировок. Летняя, обычная резина. Все-таки резина, скорее всего, из-за нее. Для песочка не подходит. Так же, как и для снега. Ну, на соревнованиях, помнишь? Ну, так же был. Ты на этой резине был? Да. Вот, сейчас, смотрите. Что получается. Блокировок нету, самоблоков. И видно, что вращается одно колесо, например, там, заднее или переднее. Потому что установлено свободное дифференциал. Видите? По диагонали. В моем случае крутило четыре колеса. И плюс в раздатке у меня самоблок стоит. И результат у меня получился из всех участников заехать на тот самый высокий подъем. Так, ну что, я думаю, он все-таки пытается. Так что, нужно задуматься, да, Антох? В гражданском автомобиле занижение не нужно, да? Да, она нет, зачем? Это вот наше субъективное мнение с Антохой, у которого и стопроцентная блокировка. Я думаю, самоблоков достаточно в гражданском. Стопроцентная, я тоже думаю, она как бы не нужна. Да, это понижение больше для грязи, для такой чащики. Да, это когда большие колеса, да, с тобой согласен. А так в горку что надо? Разгон, а разгон она не дает. Да, вот вторая пониженная, зашел, переключился. Ну, тоже старается. Ну, это он сейчас примерно на том же месте, где вот Исудзе встал. Вот один в один, все. Все, не больше, не меньше, и резина летняя установлена, не грубая, просто заезжает. Давай, вторая пониженная, пробуй. Человек вошел во вкус. Маленький, маленький разгон. Здесь он... Перескатил, нет? Нет, перескатить-то он перескатил, но здесь уже... Это жопу выжжет тут. Надо съезжать, там уже не получится у него. Первая пониженная, разблокированная. Давай, давай. Давай, 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 не отпускай, не отпускай, не отпускай. Вот, видишь? Он чуть повыше заехал. Поинтереснее. Так, другое упражнение. Первая пониженная, заблокированная. То есть, как видите, мощи хватает за счет понижения, но заехать у нас не получилось все равно. И нарыл прилично за счет грубой резины. То есть, на каких-то маленьких горочках, возможно, поможет понижение. Что, накидала? Взяли другую горочку. Вот, видите, сейчас автомобиль не прыгает. Как мы поняли, когда он начинал прыгать, он был разблокированный. Сейчас дифференциал заблокированный, по 50% раскидывает колеса, то есть. И уже вот это раскачки, высокой резины нет такого. То есть, равномерно раскидывает. Вот так вот, стандарт. Просто стандарт заехал. Без всяких колес. Без всяких самоблоков. Без всякого занижения. И едет. Думайте, ребята, думайте. Для гражданского автомобиля достаточно поставить для зимы просто вперед, например, один самоблок установить, два самоблока. Мне кажется, все, он просто повис. Нет, шевелит, смотри, что. Сейчас выйдет, значит. Все вот эти эксперименты, которые я делаю на своем автомобиле, смотрите, учитесь на моих ошибках. На других людях, которые делают что-либо. Оно, автомобиль него затягивает, когда начинаешь с ним что-то улучшать или ухудшать. Зачем заезжай, давай. Как видите, стандартный автомобиль, просто стандартный. Вполне может заехать. Все, 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 заехал. Молодец. Отлично. Пятерка. Стандарту пятерка. Ну, надо что-то сказать. Атоха, давай, расскажи, какие минусы на данном упражнении ты увидел. На данном упражнении минусы в том, что коробка и ротанка занижены. Плюс главные пары занижены. От копеечной стоят. То бишь, даже на первой пониженной она очень медленно едет и ей не хватает разгона. На второй повышенной разгон чуть поддинамичнее, но наверху уже, когда двигатель скажем, уже не хватает мощности двигателя. Также и на первой повышенной, в принципе, тоже не хватает. Ну, плюс, я не знаю, резина может для горок таких тоже не подходит. Ну да, мы как посмотрели, вот резина, да, пятаки. Летняя резина, она, в принципе, гладкая и пяток контакта больше. А здесь, получается, вот на этих она роет. Согласен, да? Да, из-под себя песок получается, там нету зацепов. Да, то есть для песка резина лучше просто летняя. Ну, или летняя, а Т-шка может быть, МТ-шка какая-то. Да, что-то такое у вас. Вот, то есть лифт, две блокировки, занижение. В этом упражнении, в принципе, не помогли так скажем. Я почему-то думал, что занижение, будут обороты, двигатели глохнуть не будет. Тем более, стравились. Я думал, что мы просто закатимся. Но, к сожалению, как видите, нет. Ну, вот Андрюха на стандарте говорит. Ножос, повседневная машина, стоковая. И показывает результат отличный, да? С Антоном согласен, у него по трофе машина. Да. Говно месить на низах. Да, да, да. Которых, увы, у нас нет. Ну, в общем-то и все. Ну, все, понято. Весок теперь надо вытыхнуть изо всех. Да, в машинах песка Гранта. Ну, изначально видели, что заехал, закопался. Одно колесо крутит. Так как свободны дифференциалы. Ну, заводы стоят. Тем более, автомат. Дальше мы не поехали. Просто вытащили автомобиль. И на этом все закончилось. Все. Спасибо. Будьте богаты. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok